Дорогие друзья, братья и сестры, я вас приветствую, молодежь, дети. Нам Господь даровал еще возможность сегодня вечером быть в доме Его и слышать Слово Его. Хор поет один гимн, он мне очень нравится. Из шума улицы дорог пришли мы в дом молитвы, да, услышать голос Господа и отдохнуть от битвы. Вот мы пришли сюда сейчас и до того, как помолились, тишина. Пришли братья и сестры, собрались как-то утром, более шумно, дети, места занимают, вечером как-то приходишь, другая совсем атмосфера, можно настроить свое сердце, душу, чтобы услышать Слово. У нас середина ноября и год, можно сказать, подходит к концу. Год, в котором мы молились о наших семьях, часто слышали Слово, да, то есть где мы говорили отношения детей, родителей, мужа, жены и все остальное. И вот хотелось бы продолжить эту тему, потому что огромная атака сейчас в современное время идет на семью. То есть мы знаем, что то, что проповедуется в школах, то, что говорится на радио, о чем учат, это идет полностью часто в разрез. Сейчас вот то, что мы знаем, что такое брак, институт брака, то есть как воспитывать детей. Дьявол влазит в малейшие тонкости и хотят как бы положить руку свою на все, даже на то, что никогда не было как бы такой огромной возможности. Сейчас, если молодые рано женятся, вступают в брак, например, девушка выйдет замуж в 17-18, в 19 лет, или парень женится, ну не всегда это поощряется в мире. Они смотрят, говорят, ну больной человек какой-то, ну что ты жизнь себе обрезаешь, ты живи, ты еще жизни не видел. То есть поезди, по путешествуй, поживите для себя, да. Воспитание детей, то есть мы знаем, что школа влияет на воспитание детей, где их учат, как нам правильно надо воспитывать наших детей, что одеваться, что слушать. Я недавно слышал такой факт, что говорят, вы не можете ребенку своему до 10 лет сказать его пол, не говорить ему об этом, мальчик он или девочка. Ну сейчас я, будучи отцом, я на такие вещи, ты как-то ужасайся, думаешь, ну а кто вы такие, как это так, куда вы лезете не в свои вещи, то, что Богом давно положено. Понимаете? Или, например, отношения родителей или детей, когда один человек рассказывал, говорит, семья на том побережье, собрались, ужинали в ресторане, и говорит, дедушка, бабушка, папа, мама и дети, и сынок плохо себя вел, и он и хлеб кидал на пол, и все, и отец его, дедушка старший, взял его за ухо, потянул раз, он говорит, перестанет это делать, а он продолжал так делать, он это сделал второй раз, он говорит, еще раз меня пальцем тронешь, я ментам позвоню, I'll call cops. Влияние мира на семью, на формирование, на воспитание огромное, и оно идет в противорез с тем, что учит нас Слово Божие. Кто-то сказал же, что если сильная семья, сильный брак, сильная церковь, если сильная церковь, сильный город, если сильный город, то сильная страна, да, совсем не то, что сейчас случается. Я прочитаю первое место, которое записано, второе послание Тимофея, третья глава, да, стих 1, 2, 3, 4, то есть меняется не только понятие, меняются люди, если мы верим, что мы живем в время, которое последнее, и об этом апостол Павел писал, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непремилительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Об этом писал Павел. Есть закон у Бога. Вот мы часто говорим, что время, может быть, такое, живем, в котором оно поменялось, особенно молодежь, дети, да даже и мой возраст, средний возраст, старший, что меняется? У Бога все остается на месте. Нам иногда кажется, если мы переехали в другую страну, мы живем сейчас здесь, не в Союзе, да, в Америке, нам что-то позволяется больше, здесь демократия, делай, что хочешь, да, мне можно по-другому относиться в своей семье, мне можно по-другому относиться к моим родителям. У Бога ничего не поменялось. У Божьей законы остаются те же самые. Один человек сказал, как женщина ходила 9 месяцев беременна, она так и ходит 9 месяцев, что поменялось с интернетом, с телефоном, что быстрее стало. Или, говорит, вы прыгнете с пятого этажа сейчас на бетон. Результат тот же самый, вы разобьетесь. Божьи принципы не поменялись. Нам кажется, мы меняемся. Я сегодня хотел бы продолжить слово, тему, которую какое-то время назад брат Олег говорил, о послушании, о повиновении детей к своим родителям. До этого Илья Асеев говорил слово на английском служении, то же самое. Я хотел бы продлить и не более это сделать, говорить не о детях, а более о нас с вами. Когда мы подрастаем, когда молодежь, средний возраст, может быть, нам и до 40, о тех детях, у кого родители еще живые. И когда Слово Божие говорит, дети, повинуйтесь родителям своим, почитай отца твоего и мать твою. Это не только говорится ребенку, когда ему 3 года, Ромочка мой, что я хочу, чтобы он меня слушался, но почитать отца твоего и мать твою, это в продолжение твоей жизни, пока не умрет твой отец и твоя мать, ты остаешься ребенком. Это важный закон Божий, он это поставил. И чтобы иметь какой-то результат, это одна из заповедей, которую мы стараемся соблюдать в нашей жизни. Хочешь иметь хорошее начало в своей жизни, хороший фундамент, научись почитать своих родителей. У меня была возможность в 2001 году быть в тюрьме. Это было возле Петропавловск, Камчатска. Ну, один раз в жизни был я в русской тюрьме. Как бы ничего там такого восторга нету большого. Нас собрали ребят в зал. Человек 300-400. Зэки. Все бритые, да. И мы должны были провести служение. Ну, и как они сидят, они какие-то дядьки непонятные, молодые, и все. И дядя Миша Самин какую-то загадку сказал, что-то, как-то, чтобы начался разговор, чтобы пошло вот это общение, чтобы они чувствовали, о чем он говорит все. И как-то это было все настолько холодно, не было этого тепла, не мог он зацепиться своей аудитории, как-то взять их невнимание. Потом вышли девчата с Вашингтона и пели песню про маму. Они пели песню, которой слова, вы все знаете, «Приложу к своему сердцу, теплую мамину руку, и голову к ее плечу тихо я склоню, в солнечное детство улечу». И была тишина, как сейчас здесь. Вот они все эти, их забывалки, там что-то они шутили, щипали друг друга, что-то происходило. Когда они слышали петь про маму, даже эти люди, которые погибшие люди, да, пропавшие, которые грешники, там, разбойники, убийцы, блудники, они все просто застопорились. Такой был момент тишины. Знаешь, кто-то начал слезу смахивать. Важно, если для человека отношение к матери, насколько важно это отношение для Бога. Мы читаем с вами в Исходе, да, в Исходе, 20 глава, 12 стих. Божий оставлен на заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Еще одно место. Ефесянам, 6 глава, с 1 по 3 стих. Дети. Опять, это не только дети вы, да, дети, которым 6, 7 лет, 8, дети – это и я, потому что мой папа и мама, они живые. То есть это написано мне и вам, у кого родители живые. «Повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Действительно, да, мы пытаемся пить витамины, спирулину, соду, шведскую горечь, соль, кто что. Мы пытаемся продлить жизнь, лечиться. Любая болячка, ты стараешься чем-то излечаться. А Библии прописано, вот с детства научись слушаться отца и мать. Больше того, почитать – это действие, да, как любить. Это не просто что-то, слово существительное. «Почитай» – это «покажи в действии». Как-то исполни это, да. Сейчас статистика, что в Советском Союзе, в прошлом нашем, в настоящей России, на одного старика, на одного старика, который умирает, умирает от 6 до 7 человек молодых. Думаешь, из-за чего? Может быть, это тоже туда относится, да? Заметьте, что в мусульманских странах, что происходит? Наоборот, рождение огромное, детей, да, у них очень много детей, вот эти страны Ближнего Востока, Египет, Сирия, Ливия, там, Афганистан, что у них другое отношение к папе с мамой, другое отношение совсем к старикам. Когда человек в комнату заходит, старый человек, молодые встают, не только там шапку снимают. Папа с мамой – это святое из Старого Завета. Обычно первенцу оставалось ухаживать за отцом своим, за мать, когда они даже в старческом возрасте болеют. It was honor, честь, понимаете? Нету стардомов в этих странах, нету вот этих Фоксдейлс, как у нас комьюнити, да? Здесь американцы как? Ну, вот прожить бы жизнь, накопить денег, чтобы в хаос попасть. Вообще сам принцип нашей жизни в Соединенных Штатах, вот эта вот форма американский American Dream, слышали, да? Это такая эгоистическая структура. Что такое есть American Dream? Сон вот их, мечтание, желание, да? Это я вырос у папы с мамой. Они меня вскормили, споили, дали мне образование, заплатили, может, за мой колледж частично, да? И пошел я служить, не пошел. Я выучился, переехал куда-то жить подальше, и у меня есть дом, моя машина, у меня открытый гараж, и я сижу, жарю хэмбургеры. Ты не заботишься, ты не брат, не сестра, не папа, не мама, ты эгоистичность. Это не то, что учит нас слово. Далее. Знаете, когда ты говоришь об этом, не будучи родителем, это, может, совсем по-другому. Я стал это воспринимать совсем по-другому, когда у меня появились дети. Потому что ты сам растешь, как ребенок, ну, как бы ты не видишь себя, ну, тебе кажется, ты нормальный, и окей. Все это делают, а я это не делаю, да? Я люблю папу с мамой, я почитаю, у меня все хорошо. Вот 10 лет назад родилась дочь моя первая, да? 3 июля. Здесь, в госпитале, на горе. 4 июля салюты били. Я учился, как ее переодевать. Первый раз. Такой трепет. Это твой ребенок, да? Когда Яша выходил с Юлей, первого ребенка благословляли. Я смотрю, он стоит, свою лялечку трусит, и как-то вот он видно, что первый ребенок, у него такое, какое-то состояние другое. Я думаю, ну, ты сейчас бы с четвертым вышел, его как булку хлеба бы на одной руке держал бы, так спокойненько уже все. Он первый ребенок, да? У тебя, ты понимаешь, что ты отец, думаешь, Боже мой, за что мне бесценный подарок совсем бесплатно? Ты понимаешь, вот ответственность отца, может, конечно, не до конца, но начинает ребенок взрослеть. Вот мы говорим, когда почитается от твоей мать. Ну, мы знаем, что дети идут в рай. Вот пока ребеночек не отличает левую руку от правой, он идет в рай, если случится горе какой-то, авария, трагедия, да? То есть он спасенный. К Христу приходили дети. Он говорит, таковых есть Царство Небесное, пускайте ко мне детей, да? Ну, вот он растет. Ему годик становится, он начинает огукать, начинает лазить, все, лапочка, все, такие щеки, да? В папу. Потом подрастает. Три годика он тебе придет утром в кровать, он не будет спрашиваться к тебе, Бог завалился. Есть вот эта открытость, простота. Он что-то сделал. Папа, прости, я тебя так люблю. Ты ему только вот дал ремешка, ему только наказал его. Он тебе идет сразу, просит прощения через две минуты. Вот открытые отношения. Но, когда ребенок возрастает, ему пять лет, шесть лет, уже часто замечаешь, он может прийти, да? И бровки так раз вниз, ему что-то не нравится. Ты ему говоришь, вот сделай так, так, поступи так. Ему он хочет показать себя, свое уже место под солнцем есть. Вот я не согласен. Да, уже начинает проявляться. Знаете, есть такое высказывание, говорят, чем ребенок больше, ангелочек, тем крылышки меньше. Вот и бывает, это часто так бывает. Когда ребенок идет в школу, сейчас родители меня поймут, у которых дети пошли здесь в школу. Ты ребенка начинаешь не узнавать какое-то время. Почему? Ну, потому что есть влияние. Влияние школы, влияние друзей, то, что их промывают, о чем в школе говорят. Знаете, мне какие-то вещи, дочь говорила во втором классе, от которого у меня волосы на шее дыбом становились. Знаешь, приходилось, садись, я тебе буду объяснять, все-все-все-все. Вот. И начинает проявляться большее неповиновение. Нам становится 10 лет, нам становится 11-12, и вдруг вот в это время включается, где нам уже кажется, ну смотри, я уже какой-то вроде бы взрослый. Вот ты ходил в простых башмаках, да, в скетчерс, они тебе уже не нравятся. Почему? Потому что в школе мода Адидас или Найки. Папа, какие скетчерс? Я не могу так, это не модно сейчас. Тебе хочется одеваться нормально, да? А идет дальше. И вот с этим возрастом бывает больше конфликтов у нас становится. Это же правда, но так и есть. Мы становимся чуть-чуть взрослее, хочется больше послушания. Отец, мать ждут больше вот этого отношения, а у человека формируются свои какие-то амбиции, да? Когда начинают уже такой подростковый возраст, да? То это вообще братья начинают в спортзал ходить, ребята заниматься им, они уже чувствуют себя мужиками. Там у них свои девчата, они, знаешь, там first make-up, какая-то косметика, некончающиеся башмаки и сумочки. И вот в этом всем мама рядом, но не всегда мы прислушаемся к нашим родителям, к совету. Дочь, как одеться? Куда пойти? Во сколько приехать? Кто твои друзья? Вот у нас в этом возрасте, когда мы подростки в школе, нам кажется, у нас есть лучшие друзья. Папа, ты не понимаешь чего-то. Мама, ты тоже чего-то не понимаешь. Я уже знаю, я уже как бы взросленький. Зачем? Кому? Ну, вот сюда сейчас мы прочитаем следующее место. Оно хорошо сюда подойдет. Это первое царство, 17 глава, да? «И встал Давид рано утром и поручил овец своих сторожу, и взял ношу и пошел, как приказал ему Иесей». Вот смотрите, история такая. Папа зовет сына своего. Он в молодом возрасте. Если Давиду мы сейчас с братьями спросил, ну, было, может, 13-14 лет. Молодой парнишка. Я велосипед свой нормальный в 14 лет первый раз купил здесь. Там только хотел, здесь купил. Папа зовет, говорит, «Сын, пойди к братьям своим и посмотри, как у них дела, не болеют ли они там, и принеси им хлеба, проведай их». Знаете, интересно, ты когда читаешь, что, как Иесей приказал сыну своему. Вот вам нравится, когда вам приказывают. Никогда вас умоляют сто раз сделать что-то. Знаете, есть такое, когда говорит отец сыну или дочке, и там, ну, папа, потом. Или если есть кто помладше, мы любим перекладывать. И мы перекладываем, да, пока там уже не дойдет, пока никто не делает. Смотрите, здесь этот человек в своем возрасте, там, 13-14 лет, встал, Давид, рано утром. Вообще это дико, рано утром встать в 14 лет. Еще когда папа что-то попросит, да? Овец своих сторожью дал и пошел. Господь с этим считается. Господь видит вот это наше старание с раннего возраста иметь повиновение и уважение, не приречить отцу, не добавить чего-то своего, да? Возрастая, да, у нас меняются интересы. Мы идем в колледж, и часто бывает родительская наставление пренебрегается. Когда папа говорит сыну, сын, иди учись, у тебя есть возможность, дочка. Каман, все есть, английский вы знаете, мы приехали сюда, не знали, иди учись, получай образование. Нам хочется показать себя. Ну, что ты, папа, знаешь? Сейчас у нас все, век стройки у нас, construction company открывается, какой колледж. Сейчас пару объектов сделаем, и все хорошо. Нам свое часто кажется лучше, чем отец с мамой посоветует. В разных других моментах часто проявляем вот это неуважение к папе с мамой, да? Я был свидетелем, когда отец остановился до этого. Отец остановился насчет работы, и вышел договариваться. Сынок его, еще вроде бы маленький, ему 8-9 лет, вышел. Дэн, сколько можно, каман, поехали, сколько тебя ждать? Так стоешь, как-то, кому ты это говоришь? Ну, иди, сядь в машину потихоньку, как будто не услышал это. Проходит еще 2 минуты, ну, сколько тебя ждать? Девятилетний ребенок отцу своему говорит, я ему уже не вытерпел, говорю, слышишь, иди, сядь в машину, сиди, жди, сейчас папа придет. Уже ты стоишь, уже не можешь, ну, как ты можешь это терпеть? Да? Другой пример. Отец работает под солнцем, вот пашет, как конь, с утра до вечера. Приезжает дочь с колледжа, встала, вот папа работает, грязный, тук-тук-тук-тук-тук, мимо, домой зашла, ни привет, ни пока, ничего. Отец, который купил эту машину, который заботится, папа, скажи привет, папа, как дела? Папа, как день прошел? Нету этого, теряется это. В этом проявляется почитание к папе с мамой. В нашем возрасте, да, когда тебе 17, когда тебе 18, когда папа говорит, дочка, приезжай домой в 9, нету в этом ничего плохого, он любит тебя, заботится о тебе, и не хочет, чтобы с тобой меньше было плохого influence, less bad influence, да? Дальше, друзья, когда дети слышат часто вот это, да, от родителей наставление, говоришь ему, не нужен тебе телефон сейчас. Ну, какой тебе телефон, тебе 10 лет, ну, у меня есть у всех уже в школе, да, уже у всех есть. Хочется, вот, что хочется, вот у одного есть такое велико, у другого такой, а у этого мопед, понимаешь, с моторчиком, а у этого без моторчика, и хочется такой, у этого хаверборд едет 10 миль в час, а у этого слабенькая, и постоянно какое-то частое недовольство от детей к родителям, да, и бывает такое, что состоится такое впечатление, один смотрит ребенок на другого, ме, ну, у тебя родители классные, у тебя вот все хорошо, а у меня родители не очень. Его мнение, ребенка, я был ребенком, знаете, я говорю сейчас в какой-то степени это от себя, но говорю то, что близко мне на сердце, да, я когда услышал свидетельство одного человека о том, что такое плохие родители, то как бы совсем все меняется, сознание все, его звали Ники Круз, слышали вы, кто такой Ники Круз, да, это в прошлом бандюка, бандит-бандит, из нижних районов Манхаттена, у них была портерикская банда, которой жизнь отвратительная была, он чудом пришел к Богу после проповеди проповедника Дэвида Уилкерсона, он когда рассказывал о своем детстве, понимаете, вы можете подумать сейчас, у меня не так все хорошо, но когда ты слушаешь чью-то историю, у кого она хуже, ты понимаешь, что у тебя просто рай на земле, тебе родители создали, он говорит, у нас было 17 детей, 17, там в бедной Порто-Рико, мать моя была ведьма, witch, отец, satanic priest, как это, вот скажите, служитель, священник дьявола, у них 17 детей, я, говорит, не понимал, почему из всех мать меня недовидит, больше всех, она всегда меня била, она всегда, говорит, проклинала меня, она, говорит, я ненавижу тот день, когда ты родился, лучше бы ты никогда не рождалась, она, говорит, раздевала меня догола, избивала до потери сознания, закрывала в такую маленькую комнату, говорит, где я часто просыпался с лужей крови на полу, она прокляла меня в 9 лет, она, говорит, я ненавижу тебя, такие есть мамы в семьях сегодня, да, он был вот этим разбит, он жизнь хотел покончить самоубийством в 9 лет, как можешь говорить, что у тебя плохо, что тебе папа с мамой что-то не купили или тебя не поняли, может быть, тебя не пустили, куда ты хотел поехать, почитай отца твоего и мать твою, особенно, знаете, когда мы взрослеем, ребята, девчата, когда мы получаем свои права, здесь в Америке, с транспортом нету проблем, в 16 лет обычно у всех уже есть машина, папа, мама, помогают, стараются, работают, часто, через обман, получается, вот, непослушание, ты можешь сказать, что ты поехал в школу, сам поехал, пропустил уроки, ты можешь где-то задержаться, ты можешь сказать, что был у того, а был совсем у другого, и через этот обман, через грех, Бог с этим считается, какие отношения сегодня у тебя с твоей мамой, или у тебя с твоим отцом, с папой, это важно, возрастая, мы начинаем задумываться о своей личной жизни, о выборе спутника жизни, девчата думают, какой у меня муж будет, ребята думают, интересно, какая жена, что, как, и за этим всем наблюдают родители, если родители, они живут в жизни своих детей досконально, ты знаешь, дочь, а что у тебя в школе было, а что проходили, а какие друзья, а что на спевке, какая сыгровка, так же самое, я думаю, дальше, когда мы становимся уже в возрасте молодежи, если у нас правильное отношение с родителями, отец и мать, они знают, с кем кто дружит, кому кто нравится, кто кому симпатизирует, и часто, может быть, ты уже в возрасте взрослого христианина, ты думаешь, окей, я уже такой мочор, христианин, я уже подрос, ты молишься, и тебе кажется, Господь ответил тебе, вот эта девушка, или девчонка молится, сестра Господу, а мужи, и Господь отвечает, Господь располагает, бывают ответы, есть точные, что ты знаешь, вот это мой супруг будущий, или моя супруга, бывает, родители в этот момент не согласны, но в этом есть благословение, если ты в данный момент послушаешь своего отца, или мать, Божья воля исполнится, he's gonna make it happen, но через это не унись отца, папа, ты не знаешь, я, я знаю, I love him, he loves me, любовь, романтика, все, да, послушай отца, я всегда задумался, думаю, какое это благословение, если моя дочь, или мой сын, она прислушается к отцу, когда отец скажет, дочь, я думаю, вот так, вот так, и в этом будет почитание, когда двое соединяются вместе, их выводят сюда, огромный праздник, свадьба, фата, женихи, дружки, не заканчиваются эти свиты, куча лимузинов на улице, да, все этого ждут, все это будет у вас, стоит муж и жена, они молятся, их благословили, и потом говорят, Тима, вот это твои папа и мама, на тещу с тестем, то есть сейчас, или моей жене говорят, Настя, а это твои папа и мама, это являются родители, почитай отца и мать, это включается сюда, вот это мои папа и мама, да, или мы часто это выкидываем из нашей жизни, мы растем, нам уже по 25, нам по 30, вы понимаете, вы задумайтесь, вот каждый, я не знаю, раньше бывало такое, да, ты где-то услышишь джок, какой-то анекдот, и что-то шутка, каждая вторая шутка про тещу, теща это все, это самый плохой человек, как вообще с тещей можно жить, у меня Бог благословил, у меня две тещи, и нормально, со всеми все хорошо, это твоя мама, и твой отец, а когда ты слышишь в семье, это твои, а это мои, а чего ты, когда благословляли, exception, где, did you accept, благословение, ты принял, в семью влился, родители нуждаются в нашей помощи, даже когда мы взрослые, знаете, когда вот сейчас папы с мамой нету, мы приехали сюда, в 97 году, и часто приходилось переводить где-то, на какой-то appointment поехать, и знаешь, ну что, ты сам там еле-еле по-английски, два слова связать можешь, ну старайся что-то, и тебе может быть стыдно где-то за отца свою, ну что он не понимает, ну как ты до сих пор это не понимаешь, почитай отца, покажи, не унись его через это, помогай, ты должен быть помощником, тебе отец, написано в притчах, он родил тебя, жизнь продолжается, тебе, знаете, часто родителям нужна наша помощь, уже в моем возрасте, когда мы взрослые, переведи, позвони, ну что пришел за Билл, там АРС, с кем какой-то, кто-то звонит, ну что они меня достают, давай позвони, и тебе так, ну своего хватает, ну так и все, а у тебя они не вечные, у тебя папа с мамой сегодня не вечные, они сегодня есть, а завтра их нету, ты захочешь перевести что-то кому-то сделать, а их уже не будет, рассказывает пример, брат один, маму свою привез на инвалидной коляске, к другому, старшему брату, и звонит ему, открывай дверь, я ее привез, а тот не открывает, открывай дверь, твоя очередь, мать инвалид, они не могут решить, кто за мамой ухаживать будет, тот не открыл дверь, он ее бросил на парковке и уехал, звонит, месседж оставляет, я ее оставил, иди, это почитание отца и мать твоей, Господь с этим считается, ты хочешь быть долголетен на земле, мы это только говорим нашим пятилетним деткам, трехлетним, или это в нашей жизни должно проявляться, мы можем показать любовь свою отцу на Father's Day, ручку подарить, цветы подарить, маме нашей на 8 марта, ты можешь любовь показать, но не уважение, там не написано, люби меня, написано, почитай отца и мать твою, respect them, они тебе жизнь дали, они вложили в тебя все, мы когда читаем историю о старце, о Якове, это человек, который прожил жизнь богатую, у него много чего в жизни случилось, много сыновей, детей, все вот это с Иосифом, он понимал, Египет, переселение с одного места в другое, написано, в старости он заболел, он уже болел, ну вот, и мы читаем, это записано в Бытие, в 48 главе, с 10 по 12 стих, глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно, Иосиф, сын его, подвел их к нему, своих сыновей, двоих он привел, к дедушке, и он поцеловал их, обнял их, и сказал Израиле Иосифу, не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне детей твоих, Иосиф отвел их от колен его, и поклонился ему лицом до земли, поклонился отцу своему, старику, до земли, казалось бы, папа, ну что ты не узнал, когда я в плен попал, когда меня, я в Египте вырос, у меня, я как-то сам по себе сделался, слава, величие, Бог благословил, вот дети мои, да, привел, нет, он всегда понимал, это мой отец, ему этого не хватало, когда пришли братья, он спрашивал, как отец там, когда он понимал, что деда умрет скоро, он поклонился ему лицом до земли, друзья, Господь ценит эти отношения с нашими родителями, нам кажется, когда мы молодые, мы все знаем, я могу решать, мне уже 18, мне 19, пойду я в колледж, не пойду, буду я его заканчивать, не буду, хочу я жить здесь, или не хочу, перееду я куда-то, и нам не всегда к стыду нашему, не всегда отца и мамы слово, как хороший пример, но пойми, это хорошее начало, этот фундамент твоей духовной жизни, твой рост, когда ты с детства научишься слушать отца и мать, прислушиваться и возрастая, почитать их, уважать папу с мамой, когда молодой царь, он недавно воцарился, имея всю славу свою, величие, он сидел в тронном зале со своими вельможами, слугами, может быть, занимался важными вещами, то нежданно, негаданно, без стука в зал зашла стареца, вы помните, про кого это речь? Про Соломона и его мать, Версавию, и не мог так заходить к царю без приглашения, она просто зашла, ей надо было насчет его брата поговорить, ну что реакция его, этот могучий царь, который имел все, там золото было столько, что серебро было бесценно, он встал, пошел ей навстречу и поклонился маме своей, это мама его была, царь, ты можешь получить образование, ты можешь быть лойером, адвокатом, архитектором, инженером, кто хочешь, можешь зарабатывать миллион в год, но если ты потеряешь уважение к родителям, у тебя не будет благословения в жизни, потому что Бог с этим считается, в Библии написано, как мы можем любить Бога, которого не видели, когда мы не можем любить вокруг нас ближних, которых мы видим, нам очень часто сделать легко добро для других, нам намного легче сделать добро для кого-то, чем для ближки своих, вот кто-то чужой позвонит, позвони там, что-то сделай, ну как мы позвонили, конечно, сейчас надо помочь, все, когда просят тебя отец твой или твоя мать, твой дедушка, твоя бабушка, внучка, дочка, здесь или здесь, прислушайся, помоги, ты нужен сейчас, покажи в этом уважение, они не вечно с тобой, к заключению, друзья, я помню, когда Григорий говорил, что, когда мама не стала, ну ты понимаешь, что человек уже старый, старец, что оно это натурально, прожил жизнь, умирает, ты чувствуешь потерю, за тебя кто-то перестал молиться, тебе все равно не будет хватать в жизни твоего отца и твоей матери, и пока не есть твой дедушка, твоя бабушка, найди время, покажи уважение, тесть твоя, теща твоя, это твои отец и твоя мать, ты перед Богом обещал, друзья, дай Бог, чтобы слово, которое мы слышали, вот эти примеры, я не знаю, если я что-то пропустил, и волновался очень сильно, чтобы мы нашли время и примирились, если у нас нету мира с нашими родителями, они у нас не вечны, Господь хочет, чтобы дом его начинался с дома нашего домашнего, чтобы в доме, в семье было правильно, муж, жена, дети, муж, любящий Бога, жена, повинующийся мужу, дети, почитающие, слушающиеся родителей своих, папа и мам, этого хочет Господь, у нас есть сегодня такое время, вот сегодня 11 ноября, 2018 год, такого дня больше не будет, возьми телефон, набери сегодня маме, отцу скажи, мама, я тебя люблю, пап, какой ты у меня хороший отец, этого нету, это редко, это надо делать, говорить это своим родителям, Господь ждет от нас этого, помолимся Богу, аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!